Из тюрьмы вышел известный вор в законе. В Нижнем Тагиле Мамедов обосновался еще в 1990-е. Когда в июне 2009-го администрация города решила продать принадлежавшие ей 56% акции Тагила Птарга, он заинтересовался сделкой. Его семья располагала небольшой долей в этой компании. На часть оптовой базы претендовал также ее генеральный директор, коммерсант Саид Магомед Богатырев. Каро вежливо предложил конкуренту отступить по-хорошему и не участвовать в торгах, а заодно попросил у него 6 миллионов рублей взаймы, чтобы самому приобрести акции. Богатырев с такими условиями не согласился и в итоге купил большую часть ценных бумаг. По версии следствия, летом 2010-го Каро снова навестил бизнесмена, потребовав 9% приобретенных акций стоимостью около 4 миллионов рублей плюс еще миллион сверху за упрямство. На сей раз подкрепил деловое предложение по боями и угрозами. Богатырев опять проявил характер и пожаловался в полицию, где на Каро завели уголовное дело. Сначала его отправили под домашний арест, однако дерзость, с которой оказывали давление на свидетелей, несколько раз подбрасывали записки с угрозами, сожгли мерчадец Богатырева, вынудило силовиков ужесточить меру пресечения. На одном из допросов на Мамедова надели наручники и в сопровождении бойцов спецназа отправили в СИЗО. А через некоторое время, и в колонию, суд признал его виновным в вымогательстве, назначив 8 лет лишения свободы. Примечательно, что Богатырев и семья Мамедова все еще числятся совладельцами тагилок торга. Однако оптовая база переживает не лучшие времена. Согласно отчетности, выручка значительно сократилась. Семейное дело Каро рос в Тбилиси, в езидской семье. За решетку вместе с младшим братом Мироном угодил, когда обоим еще не было 20. По воспоминаниям сокомерников, в заключении Каро познакомился с такими звездами криминального мира, как Таро, Триэл Мулухов, и дед Хасан, Аслан Усайян, что помогло ему впоследствии в собственной карьере. В 1990-е братья Мамедова разъехались. Старший Азор обосновался в Ярославле, где возглавил езидскую общину. Мирон отправился покорять криминальный мир столицы, а Каро осел в Нижнем Тагиле. В 1996-м младшего Мамедова застрелили на Котельнической набережной Москвы. В 2003-м та же участь постигла Азора, хотя он вроде бы в криминальных сводках никогда не светился. Киллер подкараулил жертву в подъезде дома и разрядил весь магазин. Каро повезло. По словам ветеранов Рубопа, чудо, что он вообще дожил до Сидин, после того как в нулевых развязал войну против бывшего наставника Деда Хасана. Прокуратура Свердловской области считает Каро вором в законе и влиятельным криминальным авторитетом, однако его никогда не судили за участие в ОПК. Он присутствовал на нескольких воровских сходках, разогнанных спецназом. В 2008-м был среди подозреваемых по делу о похищении убийстве, но обвинения ему так и не предъявили. Охота на воров Каро причисляли к одной из самых влиятельных банд региона, об Ксине, по цвету тюремных наколок, созданной еще в 1980-е. В нулевых около 20 участников группировки получили длительные сроки за многочисленные убийства и разбойные нападения. Каро в уголовных делах не фигурировал. С юридической точки зрения Мамедов сейчас чист. Во всяком случае, тюрьму он покинул беспрепятственно. Его коллеги по цеху, криминальному авторитету Триалу Мулухову, Ань-Анье, по кличке Таро, который недавно освободился из ИК-6 черный дельфин, наручники надели сразу после освобождения. Известного вора в законе готовят для экстрадиции в Испанию, где его ждут с обвинениями в организации преступной группировки и незаконной легализации средств. Криминальными авторитетами, надо отметить, в России занялись плотно. В марте Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за создание ОПК. Теперь за высшее положение в преступной иерархии грозит лишение свободы от 8 до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей. А явившимся на сходку членам ОПК, от 12 до 20 лет со штрафом до миллиона рублей. Условный срок исключается. Бандиты смогут избежать уголовной ответственности, если покинут группировку и согласятся сотрудничать со следствием.